А вновь приветствую в своем уютном логове. Я Скагакалипсис, и это мои 100 дней новичка в игре Кенши. И сегодня, знаешь, день обещает быть довольно интересным. По одной простой причине. Какая-то неведомая сила... Какая-то неведомая сила... А конкретно вот эта неведомая сила... Размером. Размером в еще 500 кат. Задарила мне челлендж. А он опять, да, дважды проигрывается? Я не знаю почему, но пусть. В общем, челлендж. Приобрести арбалет, научиться им пользоваться, завалить хотя бы парочку голодных бандитов. Твой комментатор Кенши уже, судя по всему, решил, что да, что надо меня вытаскивать потихонечку из моей уютной и теплой норы и заставить меня заниматься чем-то действительно крутым, полезным и интересным. Ну что ж, премного благодарен еще за 500 катов. Это прям вообще шикарно. И прямо сейчас мы кое-какие дела на базе поделаем. И после этого я сразу направлюсь заниматься этим челленджем. Нужно будет искать арбалет. Так что сегодня будет весело. Сегодня будет весело, но все-таки какую-то подготовку базы наверное надо сделать предварительно, перед тем, как отправиться. Но как минимум Холтон продолжит заниматься исследованиями. Правда, мне бы еще узнать, какими... А у меня ничего нет, мне не хватает уже, да? Ладно, тогда знаешь что, давайте мы все сейчас... Я посмотрю, у кого что по еде. И мы сейчас всей толпой нашей дружной отправимся в приключения. Холтон тоже надо отдохнуть и развеяться. А еще, помимо... Помимо... Поисков арбалета Мы будем искать еще одного товарища к нам в команду. Причем желательно. Скелета или... Или... Роя. Еще по одной причине. И сейчас я тебе ее покажу. Потому что некий аноним... Вообще-то ни разу не аноним. Я знаю, что это Керсер, один из моих очень давних зрителей. Заказал еще и переименовать одного из персонажей. Но не текущего, а нового. С подходящей и соответствующей расой. И три варианта на выбор. Я хочу остановиться на первом или втором. То есть это либо... Робота с его именем. Робота в смысле, ну, типа... Скелета костяного. Ну, не костяного, а жестяного скелета. Либо... Либо Роя с именем Боб. Я так понимаю, это отсылочка на Слайм Ренчера. Где был лютый Куролюб по имени Боб. Ну что ж, варианты неплохие. Есть еще третий вариант. Это Файден, я так понимаю, свободная раса. Но я хочу у себя прям полное разнообразие организовать в отряде. Поэтому я постараюсь найти скелета или Роя. В любом случае, Керсеру я тоже передаю огромную благодарность. А касаемо вопроса по поводу стримов. Да, хочу отметить, что я постараюсь в ближайшее время возобновить стримы хотя бы на Твиче. Потому что с Ютубом сейчас сложности. А вот с Твичом их пока что как будто бы нет и можно попробовать. Тем более, что у меня есть несколько идей, что можно постримить. Тем более, что... В Against the Storm, в который я давно уже не заходил. Там вышла DLC-шка. А мне тут как раз столько кат оформили, что я любую DLC-шку себе могу позволить прямо на ее выходе. И это абсолютно никак не повлияет на мои накопления на новый комп. Так что все прекрасно. И я думаю, что помимо стандартных каких-нибудь пеглинов, на стримах вернется и Against the Storm. Довольно классная, прикольная, шикарная стратежка. Тоже довольно жесткая в плане ее сложности. Так, подожди. Так это кусок меди на одного работягу. Я не уверен, что речь шла именно про этот кусок меди, но как будто бы, по-моему, да. Потому что Титан мне писал, что здесь есть где-то кусок меди на трех рабочих. Но это, видимо, не он. А где он, я теряюсь в догадках. Ну, в любом случае, постараюсь его отыскать, но сейчас мы отправляемся в путешествие. Для начала, конечно же, зайдем, затаримся в сукин город. Если там я не найду хотя бы пары нужных мне вещей, то, скорее всего, нужно будет искать хоть какую-то карту местных территорий и отправляться дальше. Искать другие города. А уж, я думаю, мои сараи без меня точно не сгорят. Тем более, что они, ну, типа, из минерала, камня, бетона. Тем более, что там стража есть. А, да, еще был совет оформить галочку на в настройках на то, чтобы у меня просчет игры шел. Это кто? О, это голодные оборванцы, кстати. Пыльные бандиты. Надо... Надо как-то это... Надо по красоте их как-то по-аккуратному обойти. Хотя, вроде как, они на меня не отреагировали. Видимо, я настолько нищий, что... что они побрезговали меня трогать. Мой отряд. А это... А, вот смотри, псина, кажется, не побрезговала. Это псина же, да? Сейчас у меня тут пауза пройдет. А что у меня с камерой? Слушай, а я в три кабины-то я пса за эту... Заковыряю? Он меня не догоняет. Давай я подбегу ближе к городу. На всякий случай. А потом его попробую забить палками. В принципе, это как будто хороший вариант, потому что... Подожди, а по нему можно понять? 174. А, вот, у них есть параметры. 14 атаки, силы, ловкости, крепкости, 12. Точка нокаута минус 19, скорость ухудшения. Угу. Тут прям есть подробные параметры собаки. ОП атлетики, ОП силы, крепости, точка нокаута, скорость бега. Вообще удивительно, что он медленнее меня бежит. Он как будто довольно крепкий. Я не знаю, ну, я, конечно, я надеюсь, что одна сутулая псина не нанесет мне серьезного вреда. Ну, все-таки меня здесь трое. Но я, может, попробую действительно вмешаться, подраться с ним. Но я не уверен. Не уверен, потому что я не хочу рисковать. Я не хочу позорно выхватить от одной сутулой собаки. Но она обниматься бежит, смотри, очень настойчиво. Давай я поближе подбегу к городу. Чтоб в случае чего можно было сдернуть от нее. Хотя бы оставшимися, а там уже... А, подожди, ее идут... Ее уже идут пить. Палками. Ладно, тогда давай мы впишемся первыми. Сколько урона? Ничего себе. А как-то как будто бы много она наносит, а? С одного укуса. А ей гораздо меньше. Ладно. Тогда действуем по кайту. Значит, мы все выхватили немножечко от нее. О, ну все, она отвлеклась. Супер. Ну... Все немножечко выхватили, да? Молодцы. Теперь сейчас будем лечиться. Только давайте сначала доберемся до города. Хотя бы под стены. Там вылечимся. Что такое? Все нормально. Вы надоели. Ну... Знаешь, это как бы показатель. Мне кажется, что если бы не стражи, мы бы даже от этой сутулой собаки выхватили. Поэтому я думаю... Я думаю, моему отряду определенно нужно внести какие-то изменения в свое поведение. Сделать определенные выводы. Сейчас они друг друга подлечат. Еще надо будет Сракину выдать аптечку, потому что он пока единственный, кто этим вообще не занимается. А должен, как будто бы. Но вроде сейчас чуть-чуть подлечимся и будет нормально. Кстати, ты, моя прелесть, если все-таки желаешь, чтобы я пережил все свои лишения в пустошах, конечно же, поддержи все эти старания лайком, своим комментарием и, конечно же, подпишись на канал. Вдруг у тебя по какой-то странной неведомой причине такой подписки еще нет. А вот так-то. Большое спасибо. И так. Ребятки решили под текстуру уйти. Ненадолго. Так, ну что ж, идем в оружейный магазин, смотрим, есть ли там арбалет. Я на самом деле уже жалею, что я продал один из арбалетов, который я полутал с бандосов. Гражданин, есть у вас чем пострелять? Нет, не есть чем пострелять. Это плохо. Значит, судя по всему, чтобы добыть арбалет, мне потребуется нехило так напрячься. Не то, чтобы я против напрячься. Кстати, Холтон надо подкормить еще, потому что у нее еда закончилась. Это можно из Сракена положить в Холтон. Или не можно? Я там уже видел подсказки, как это делается. Во, обмен. Да. Сракен кушает мало, а девочка-шечка кушает много. Поэтому... Думаю, будет справедливо. Пойдем. Арбалеты я тут не допрошусь. Значит, мне нужна карта и искать земли, в которых я смогу этот арбалет найти. Ну и запокушаться надо. Не забывать заглядывать. Я не знаю, может, я каким-то чудом здесь и найду что-нибудь по снаряге. Так, проповединг разыскивается. Не буду брать. Прикольно, конечно. Слушай, в магазине Бронника я сильно сомневаюсь. Давай просто зайдем... Типа, это... Любопытство ради, по приколу. Ну нет, разумеется, тут... Было бы глупо надеяться. А, это ж не просто оружейный магазин. Это конкретно магазин мечей. Вот почему тут ничего нет. Ну, сейчас это, в разнотоварняк зайдем тоже. А потом пойдем к петушевственникам. У них я возьму рюкзаки. Деревянные, ты говоришь, лучше всего брать, да? А ты кто? Со мной не разговариваешь, да? Так, у него оружия закономерно нет. Аптечка у него есть малая. Давай возьму. Просто чтоб у Сракина тоже было чем лечить. Шатлитика, кстати, у всех уже пол... Потихонечку плюс-минус поднимается. Середина дня. На этот раз мы... Не врань. Достоять. Так. Карта Четы. Города Улей. Карта Союзных Городов. Карта к Безродному. Карта Болот. Славная Святая Карта. Ну, полагаю, что мне не будут рады на землях Святой Нации. Здесь, кстати, есть болты. Здесь есть болты, но нет арбалета. Кустарный тент есть. Так, вес рюкзака 4 кило. Боевые навыки минус 5. Отвратительно. Погоди, а могу я его... Ну, типа, сложить, чтобы он у меня лежал не на плечах? А, можно. И он тогда, скорее всего, не будет мешаться. Так, вьюг Гару. Но Гаров у меня нет. Быков и Гару у меня пока даже в помине не будет. Книги я пока тоже не буду закупать. Давай, знаешь, что куплю? Западный Улей. Мы на Западе находимся, правильно? Да. Есть ли шансы, что... Болото это, похоже, вот здесь. А Улей Западный, наверное, тоже где-то вот в этих районах. Я знаю, что союзные города, это кажется, вот что-то вот аж тут. То есть далеко. Ну, давай я возьму карту болот. Акула и деревня на болоте. 250... Нет, 500 монет. Кат. И карта Четы. Сомнительно, но это гораздо лучше, чем бродить просто наугад. А как мне это сделать? А-а-а, все. Все-таки часть тут... Так, нашли чертеж. Где? Мгновенно. Чего? Где я нашел чертеж? А-а-а, это про рюкзак. Подсказка на самом деле, что чертежи не должны попадать в рюкзак. Как работает рюкзак? Давай посмотрим. Вот, допустим, на тебя надеваю рюкзак. Я открываю его. Он вообще уходит в какую-то задницу. Хорошо. То есть вот рюкзак. Но рюкзак можно снять и выложить, чтобы у нее не было дебафа к атаке. Правильно? Да. И защите. Хорошо. И действительно, смотри. Акула деревни на болоте. Действительно, болото. Это, похоже, место, куда мне можно отправиться. К ульям я, наверное, тоже схожу. Это же, судя по всему, земли Роя. Но я хочу отправиться на болото. Я и так туда планировал. Ну, а теперь у меня появилась дополнительная мотивация. В виде поисков арбалета. Так что сейчас мы движемся, скорее всего, туда. Очень надеюсь, что болото это не что-то суперсмертельное. Потому что если это суперсмертельное, то я там умру. Логично, правда? Так что... Ну, давай попробуем добраться до ближайшей деревни на болоте. Посмотрим, как меня там примут. А дальше будь что будет. Легкая ноша. Налегке-налегке. Вроде в крайнем случае мы сможем... Ну, типа, сдернуть оттуда. Пока что у меня персонажи как будто бы движутся быстро. И могут убегать. Ну, нужно внимательно следить. Внимательно следить за тем, куда они бегут и кто вокруг них находится. Потому что невнимательно нарваться на какую-нибудь гадость, это будет совсем отвратительно. Наверное, надо было хоть кого-то оставить на базе, чтобы совсем не слиться в случае чего. Например, от каких-нибудь бандосов или что это? Голодные бандиты. А! О! Смотри, они действительно довольно дохленькие. Правда, несмотря на это, я не думаю, что они... Ну... Не думаю, что я справлюсь втроем с ними в численном превосходстве. Куда мы вообще направляемся? Как будто бы почти по прямой на болото. Болото скрыто туманом. Что меня несколько пугает вообще-то. Ну ладно, авось пронесет. Эй, 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 подожди! Мы не пойдем этой дорогой. Ты видишь, там что-то бандиты выделываются. Наверное, нужно искать спуск с другой стороны откуда-то. Тут что, нет прямой дороги? О, зато тут есть болото. Путевая станция. Где? Мне кажется, что эти две... Секиры явно дают понять, что это не дружелюбное место. Зато там есть некий лагерь изгнанников, где... Это тоже как будто бы название, знаешь, не внушает доверия. Они как-то очень окольными путями бегут. Опять же, я просто не хочу связываться сейчас с бандитами. Давай пока перейдем на вторую скорость. Что-то какая-то прям... Совсем окольная дорога. Наконец-таки они куда-то выбрели. На прямое пространство. Что ж... Рискнем спуститься в болото. Ты чё? Вот псы. А эта скотина быстро бежит. Кажется, меня здесь догонят. Меня здесь догонят. Может попробовать прорваться в лагерь изгнанников? Уж не знаю, что там есть. Но я либо попытаюсь спровоцировать какой-то замес. Либо я не знаю, что делать. Потому что если меня догонят... Меня отпинают. Мне отпинают больно. Вот это я, конечно, вышел. Молодец. Но он догоняет. Вопрос в том, насколько сильно он меня сможет догнать. Подожди, лагерь изгнанников находится где-то тут, да? А, вот он. Груда костей. Что за груда костей голод? Ну, у меня нет вариантов. Надо бежать сюда. Либо это противники, и я их сагрю вместе с бандитами. Он по мне попал. Либо это не противники. И тогда они мне, может, помогут отбиться от бандитов. Ну, это враги. Но они почему-то не агрессивны. А, подожди. Сейчас начинается замес, походу. Да, пошел замес. Или они просто присоединились к бандитам? По-моему, они месятся со всеми. И мы можем сбежать. Да, они месятся с бандитами. Ура. Правда, я не уверен, что мне это поможет, потому что за мной теперь тоже гонятся. Ну и жесть. Это я Форест Гамп, конечно. Что по здоровью у всех? Холтон пробили довольно сильно. У меня и Сота пока что нет. Короче, думать. Вредно для здоровья. Бежим в болото, ищем деревню. Или не стоит. Или меня там добьют. Очень хороший вопрос, что там произойдет. Ну, пока бежим. Пока бандиты все далеко от меня довольно-таки. Стрёмное место эти болота. Слушай, я... Я боюсь, что меня здесь могут немножечко тоже грохнуть. Но это пока как будто единственный вариант. Хоть как-то сбежать. Потому что всех нас порядочно пробили. Где эта деревня? По ощущениям, как будто бы, знаешь, недалеко. Но у меня почему-то загрузка зависла. Я пытаюсь принудительно запустить. Игру, ну нет. Локация прогружается, походу. Как мощно она это делает. Может, у меня какая-то безумная дальность отрисовки стоит? Мне теперь даже интересно. Дальность обзора 5000. 5000. 5000 это много или мало? Это радиус теней можно снизить, попробовать. Ну, хотя бы там до... До 3000. Что? Как вовремя у меня отжалась пауза, пока я сижу в меню. Ладно, пока все живы. Бежать нужно в деревню и молиться, что здесь не кто-то враждебный. Болотники, привратники. Это вроде люди. Вроде не на меня не нападают. А вот на бандитов нападают. Ура! Произошло спасение. Погоди, мы вылечиться-то успеем. Давай их облутаем. Так, давай, Саракин, ты лутайся. Опаньки. Опаньки. А вот и Катики подъехали. Вот и денежки подоспели. Юбочку я с тебя тоже сдеру. Что вы думали, вы меня до самого этого гнать будете? Так. Кто из вас хуже всего? Давай ты. Лечи Сота. Сота, лечи Холтон. Холтон, лечи Сракина. И будет вот такая круговая у нас порука. Там как раз пока они добивают... Не только бандитов я за собой привел уже, да? Я сюда привел еще и вот этих сумасшедших. Я не знаю, кто это были. Какие-то изгнанники шекские. Пойдем присоединимся к избиению. Его сейчас облутают, да? Этого пытаются походу подлечить. Сота, Холтон, срочно сюда, пока его не обнесли. Так, вот теперь можно и в рюкзак закидывать что-нибудь. Я вообще сейчас посмотрю, что из этого можно приладить своим девочкам. Ну, вон ботинки, они уже их нацепили на них. Шипастый шлем. Низкий класс. Разберемся. Этот вроде полностью залутан, да? Кстати, обратил внимание, что у врагов почему-то ни у кого нет. Денег с собой. Что это такое? Что это за странность? Так, ну и теперь тебе достанется. Кстати, надо еще по оружию посмотреть. Может быть у них получше оно. Да нет, ржавеющий клинок барахло. Ну, как будто даже низкий класс брони, это лучше, чем голые женщины. Хотя, ладно, кого я обманываю, голые женщины, это всегда лучше, чем броня, но... А в данном конкретном случае, уж лучше они будут в броне. Вперед. Ну, слушай, пока тактика... Тактика быстрых ног еще меня ни разу не подвела. И люлей я не выхватил. Ну, так, разве что чуть-чуточку, но я подлечился, и мне хорошо. Похоже, в этой деревушке я ненадолго задержусь. Давай-ка проверим всех инвентари. Сракин, что у тебя? Броня... Так, стандартный... О, подожди, у тебя стандартный класс. Это, походу, с главаря, да, снято? Да. И очень старый клинок-модель. Так, ну... Так как у нас... Вроде как сота более боевая, чем Холтон, потому что Холтон, во-первых, занимается переноской и вещей, и, во-вторых, она типа как будто бы ученая. Поэтому давай-ка я передам сота на обмен получается стандартный класс доспеха. Подожди, а доспеха на нем-то и не было, походу, да? Нет, смотри, вот она. Защита сердца. Так что стандартный класс будет у тебя. Броним. Низкий класс я продам. И, наверное, более тяжелое оружие я тебе тоже вручу. Хотя... Хотя... Ну, слушай, бонус к атаке минус 4, зато бонус к защите у нее положительный будет, поэтому, наверное, лучше взять ей действительно вот это оружие. Так что... Ну, холтон в инвентаре. Да, тоже меняю штаны на броню. Пусть себе качает, в том числе, к атлетику, атлетику. Ну, оружие я ей заменять не буду. Хотя... Может, тоже действительно бонус к защите заменить на бонус к атаке? Не знаю, не ясно. Вперед, давай исследовать деревню. Хотя, мне кажется, тут сейчас будет закрыто, да? Сейчас поздний вечер. Ну, давай пошаримся по местности, посмотрю, что тут есть. Оказывается, болото все-таки не настолько опасное. Смотри. А что это за рисовая ферма? Ну, я предполагаю, что они не будут в восторге, если я буду добывать их рис. Так, это, кажется, дома. Дома, дома. Какой красный страшный закат, просто посмотри на это. Жесть. Если бы это в реальности было, я бы, наверное, обсерился. Но это не в реальности, к счастью. А это что за хижина? Почему она открыта? Дверь отперта. Ну, брать тут ничего нельзя. Да, я, кстати, забыл хижину в хабе обыскать, по твоей рекомендации. Ну, по возвращению уже. Тут у меня, как видишь, приключения происходят. Так, а это что такое? А, это генератор. А, полагаю, генератор лучше тоже руками не трогать. Что магазин как будто еще работает. Может, мы даже успеем в нем закупиться. А потом я всю ночь буду бегать вокруг деревни, как ужаленный в сраку. А, тут никого нет. Он, типа, конечно, открытый, хотя, возможно... А, магазинчик это вот. То хижина. Магазин-то как раз закрыт. Так, подожди. А если поставить, попробовать себе патруль? То есть, например, вот так. И вот так. Нет, они не будут так делать. Нет, будут. Оно просто не обозначается в задачах. Но патруль будет происходить. На меня, конечно, здесь сейчас смотрят как на идиота. Или нет, не будут. Подожди, вроде нет задачи на патруль, да? Ни у кого. Ну, просто пусть бегают. Самое время качаться. Потому что теперь-то у меня... Правильно же я понимаю, они все у меня нагружены? Да. 36, 36, 38. С хорошим таким мощным перегрузом. За счет того, что на них еще и броня чужая. Ну как, это уже их броня, но была она чужой. Что сейчас мы делаем шоу Бенни Хилла. Просто по приколу. Вообще-то не по приколу. Вообще-то я прокачиваюсь так. Они не очень охотно начали выполнять мои приказы двигаться, как ты можешь заметить. По-моему, им не нравится то, что сейчас происходит. Не-не-не, ребят, давайте. Спорт важен, спорт нужен. Важен не только спорт, важен еще и спирт, но к спирту мы вернемся позже. Еще, кстати, есть плавание. Ну, плавание это совсем другая история. Плавать мне сейчас особо негде. Хотя в болотах я как будто бы и плавание смогу подкачать. Что происходит? А-а-а! Они пашут. Тут. Огороды пропалывают. Что, вроде нормально. Кстати, надо посмотреть, насколько быстро качается атлетика. Не очень. Но, тем не менее, это лучше, чем просто было стоять и тупить. О, и тут еще и дождь пошел. Понятно, сейчас будет лагать, видимо, безумно. Что происходит? Они с кем-то резались только что. Я же правильно понял. Что происходит? Ой-ой-ой! Тут есть еще и фауна, да? Что это такое? Кровавый паук. Какой ужас! Зачем я приперся на эти болота? Сидел бы себе в хабе. Чаи гонял. Нет, я пошел искать этот сраный арбалет. Ну, ладно, ладно. Что-то дело важное. Кстати, тут еще недолутанная есть. Тушка. Но мы этим займемся сейчас. Пойдем. А-а-а! Может, я найду карту каких-нибудь более безопасных городов и свалю отсюда обратно в свои хабы там. Я не знаю. Тут жесть какая-то происходит. Я приперся просто в какую-то лютую задницу. Так, что у тебя есть, друг мой? Шляпы, повязки, шлема, рис, рюкзаки, рюкзак торговца. А чем он лучше обычного? Лучше укладывать. А-а-а! С солнечным козырьком! Ничего себе понты! Платная маска, железная шляпа. Черные банданы. Ну, это прикольно все, конечно, но... Корзины собирателя. Все замечательно. Все вообще великолепно, но есть проблема. Проблема в том, что у меня, во-первых, не так много денег, во-вторых, я ищу совсем другое. Ну, судя по всему, здесь придется закупиться едой. О! Тут гаханы есть. Хорошая тема. Очень питательная. И недорогая. Наверное, всем сейчас по две штуки возьму. Может, по одной, ладно. По две и жирно будет. Травмы. Ладно. Давай сбывать. Все, что можно сбывать. Закупаться я пока не буду. Хотя нет, вообще-то буду. Вообще-то я... Закуплюсь как раз для соты, для холтон. Возьмем гаханчик одной. Возьмем гаханчик другой. Давай-ка я из тебя рюкзак выложу. Сейчас прям. Наверное, тебе все-таки не нужен пока что. Так, и да, и... Вообще-то сракину Жорева тоже не помешает. На какое-то время нам этого хватит. Насколько далеко до акулы пилить? Ох, далеко. Ну, тут вроде по прямой можно, но тут такая прямая по этим болотам. Что-то я вообще не чувствую себя уверенно. Знаешь, я думал, что я запишу, наверное, одновременно три видоса, но нет. Я, по-моему, не буду. Я, по-моему, это... Я, по-моему, спрошу лучше твоего совета, что мне делать на этих болотах. И... И буду записывать уже завтра. Когда этот видос выйдет, когда ты мне насоветуешь что-нибудь. Чё-то меня просто местность очень сильно пугает. Я и так чуть не выхватил. Так что имеет смысл сейчас сделать небольшой перерывчик. Так. Под ботинки нужен кто-то другой. Полтон, иди. Всё, пойдём сбывать оставшиеся. Пять тысяч кат у меня всё ещё на кармане имеется. То есть, какие-то средства есть. Не совсем я доедаю зеленофрукт без соли. Это не арбалет, это стационарная турель. Я думал, может, рискануть да выкрасть и сбежать отсюда, но нет. К сожалению, это даже не арбалет. Да, и тут мне, конечно же, ничего не дадут. Так, стандартный класс. Погоди, латы стандартного класса. А штаны у тебя низкого. Так, стоп. Штаны надо оставить для Холтон. Получается, делаем вот так вот. Ну и всё, тут плюс-минус, все всё-таки немножечко забронились. Правда, эта броня как будто бы мне наоборот не на руку играет, она мешает мне сбегать. С другой стороны, вариант... Что там ходит такое лютое? Так, 24, 28, 25. Ну, вроде сойдёт по весу. Ох, ядрить! Полотные ящеры. Что-то я... Что-то я совсем в акулу идти не хочу, но... Мне других-то нормальных городов никто не показал. И, видимо, туда придётся всё-таки бежать. Роняя кал. Ну что ж, наверное, об этом я буду задумываться уже в следующий раз. А пока действительно небольшой перерывчик. Я ословил столько стресса, я каким-то чудом просто смог сбежать и выжить. Но это не значит, что мне надо останавливаться на этом. Сейчас залатаем раны. Так сказать, подошьём жопу. И, наверное, мы двинемся дальше в следующем эпизоде. Так что ты... Эй, никуда не уходи! Я... Заварённом чаю... ... ... ... ... Продолжение следует...